Книга «Открытым оком», том 4, тема «Молитва», вопрос 1206. Что вы можете сказать по следующему поводу? Первое. Человек за преступление осужденный сидит в тюрьме. Есть молитва заключена, где просят Бога об освобождении их из тюрьмы. Грешна эта молитва или нет? Второе. Могу или нет в молитвы, приведенные в молитвословие, вставлять свои слова или фразы, а какие-то слова опускать, короче, изменять текст по своему усмотрению? Как мне кажется лучше для меня? Третье. Я хочу составить для себя, для домашнего моления, свое молитвенное правило, пользуясь молитвословами и псалтирью, с добавкой собственных прошений к Богу. Как я понял из писем Феофана Затворника, я могу это сделать? Четвертое. Почему считается, что воскресная литургия полезнее, чем любой другой день? Пятое. Допустимо или нет в правительский день приходить на кладбище и потреблять там неосвещенные продукты, и входить не через главные ворота? Уж нет одного, слышу, уже нет одного, слышу, что это все равно, что ты и не приходил на кладбище. 10 мая 95-го года Суханов А.Г. Отвечаю по порядку. Первое. Не нужно просить ни в коем случае об освобождении преступников, дабы не выпросить его на свою беду и голову. Молиться об освобождении можно только о верующих, а об остальных говорить как угодно тебе, Господи. Второй и третий вопрос мы уже ответили. Мне очень нравятся поучения, простые, грубоватые. У Феофана Затворника я почти всегда могу в конце сказать только «Аминь». Настолько они современные, настолько легко усваиваемые, что их можно буквально пощупать. Я делаю так уже в 40 лет и нахожу, что это самое правильное, живая и неретическая молитва. Только добавлю, чтобы в Салфире обязательно всегда читали только на русском языке. И в конце молитвенного правила делали не менее ста поклонов, желательно больше Господу Иисусу Христу Божией Матери и всем святым. Четвертое. Воскресную литургию считают более полезной те, кто среди недели никогда не бывает в храме и этим оправдывает себя. Но есть еще более «крутые» типиконщики. Они считают, что самое важное – это пасхальные и приходят раз в год. Пятое. Все освященное и неосвященное ешьте дома на своей кухне, не занимайтесь языческими бреднями, тем более не ведите речь о главных старостепенных воротах. Главные наши ворота были при выходе из утробы матери и будет разверстый зев могилы. И вся жизнь так пролетит, как будто ты и не жил. Сафоний 2.2. Доколе не пришло определение, день пролетит, как Мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев, Господень. Доколе не наступил для вас день ярости, Господней. Когда в листве сырой и ржавой рябины заолеет гроздь, когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь, Когда над рябью рек свинцовой в сырой и серой высоте, пред ликом Родины суровой, я закачаюсь на кресте, тогда просторно и далеко. Смотрю сквозь кровь предсмертных слез и вижу, по реке широкой ко мне плывет в челне Христос. В глазах такие же надежды и то же рубище на нем, и жалко смотрит из одежды ладонь, пробитая гвоздем. Христос, родной простор печален, изнемогаю на кресте, и челн твой будет датли причален к моей распятой высоте. Александр Александрович Блок. Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.